Валерий Седов В ночь на 20 апреля Рязанскую область атаковали беспилотные летательные аппараты. Губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале отметил, что БПЛА удалось подавить средствами ПВО и РЭП. По предварительной информации пострадавших и материального ущерба нет, написал глава региона. Подробности происшествия уточняются. Позже в официальном канале Минобороны уточнили, что над Рязанской областью был сбит один БПЛА. В целом по стране на 20 апреля было зафиксировано 50 атак беспилотников самолетного типа. Больше половины из них, 26 штук, было сбито над Белгородом. Тонировка стекол автомобиля – это один из самых популярных методов тюнинга. Сегодня водители любят экспериментировать с большим ассортиментом пленок и их оттенков. И если раньше делалось это для защиты от солнца, то теперь во многом для придания определенного стиля. Вот только закон против излишней затемненности. В госавтоинспекции привели рейд по тонировке авто. 32,3 Вопроса, много это или мало, не последует. Тут всем понятно, что мало. Проясним. Светопропускаемость стекол должна быть не ниже 70%. Замеряет это величину прибором под названием «Тоник». Сейчас у водителя прибор показал всего 32. В половину меньше. Либо устранить на месте, либо в течение суток устранить. Водитель решил устранить сразу. В противном случае в госавтоинспекции выдают предписание. Это документ, в котором указывается, в какой срок нарушение нужно устранить. В обоих случаях штраф придется заплатить. Законодательством Российской Федерации за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, штраф который составляет 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудника полиции, согласно части 1 ст. 19.3 КОП, законодательством также предусмотрено наказание вплоть до административного ареста сроком до 15 суток. Либо административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. 15 суток наказание максимальное. Но в Рязани уже применялось для особо рьяных нарушителей. А встречаются и такие. Для многих процедура, кстати, стандартная. Наклеил пленку, доехал до поста ДПС, снял, штраф заплатил, наклеил новую и цикл запускается вновь. Потому и останавливают за один рейд по сотне нарушителей. А проводятся такие регулярно. Музей поискового движения переехал. Теперь выставочные стенды располагаются в одном здании с патриот-центром. Далее расскажем, какие экспонаты разместили в музейной комнате. Общероссийское поисковое движение появилось 10 лет назад. Тогда участники поставили себе цель – увековечить память солдат, которые погибли при защите Отечества. Движение объединяет более 45 тысяч человек всех возрастов в составе полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения открыты в 84 субъектах нашей страны, в том числе и в Рязанской области. Поисковики выезжают на поля сражений, чтобы обнаружить следы битв и выйти на останки воинов. Немалую часть их работы составляют архивные поиски, где участники по группицам собирают упоминания о локальных боях, а также об участниках, чтобы в конце концов восстановить каждое утраченное имя каждого погибшего солдата. Ухаживают за воинскими захоронениями и проводят выставки по итогам поисковых работ. В музейной комнате, вернее, очень много экспонатов. Я могу более конкретно рассказать об экспонатах, связанных с поиском самолетов, которые потерпели крушение на территории нашей области в годы Великой Отечественной войны. В данном случае мы видим здесь представлен стенд. Это материалы с нескольких точек раскопок, с четырех, в которых мы непосредственно принимали участие. По словам участников движения, в этой музейной комнате только шестая часть всех имеющихся экспонатов. Остальные хранятся дома у поисковиков. На выставочных стендах артефакты времен Великой Отечественной войны. Их наши поисковики собрали в местах проведения вахты памяти в Керче, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Рязанской областях. Экспонаты, они ценны чем? То есть они позволяют нам установить имена летчиков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, ну, в разных обстоятельствах. То есть, вот одни из первых раскопок, это в Захаровском районе, в окрестностях хутора Охотники. Мы до этого знали имя одного летчика, но в дальнейшем, благодаря находкам таким именным, мы смогли установить имена всех четырех членов экипажа. В экспозиции фрагменты трех самолетов, которые потерпели крушение в 1941 году в небе Рязанской области на территории Захаровского, Рязанского и Клепиковского районах. Каждый из тематических стендов сопровождают краткие фрагменты истории и рассказ о судьбах солдат. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Велопутешественник из Рязани решил поставить рекорд – проехать на велосипеде из Сочи во Владивосток через Москву. Маршрут огромен, потому и подготовка серьезная. Это только начало длинного пути. Под колесами сочинский серпантин, впереди не десятки, а сотни километров по такой дороге. Так начинается длинный путь в город Владивосток. Пока что через курортные города. Я сейчас решил замахнуться, наверное, на самый максимум. Я захотел увидеть Россию всю целиком, вот прямо от самого начала до самого конца, от моря до моря. И проехать вдоль федеральной трассы и увидеть хотя бы ее серединку. Дмитрий Сметкин – путешественник со стажем. А все его поездки именно с приставкой «Странные». Его YouTube-канал, кстати, так и называется. Для понимания, одно из последних путешествий на самокате до Минска. Притом не на электросамокате, а на самом обычном, где надо отталкиваться ногой. В этот раз велосипед, наоборот, электронный. Пока без имени. Дмитрий считает, что оно должно появиться в процессе. Многое самое интересное я оставил дома, потому что у меня сейчас все вещи на пересортировке, на перестирке. Экранчик – это включение компьютера. Это самое основное. Здесь переключаемся режимы. Режим помощника. Здесь сразу видна скорость и так далее. Фонарики сразу на нем интегрированы. Сразу очень мощные, хорошие. Здесь у меня свой компьютер. Здесь у меня висит телефон. Здесь свой еще дополнительный фонарик. Батарейка – это вот она. Вот этот полный сектор. И снизу в салатовой трубе такая же здоровая батарейка. Эти батареи и этот мотор – это практически самое максимальное. То, что изобрели на данный момент в мире таких велосипедов. Вес велосипеда без техники – 28 килограммов. Полностью оборудованный – 80. В этом весе две батареи питания велосипеда. Дмитрий говорит, что в экономичном режиме его железный конь протянет 200 километров. В общем, от Рязани до Москвы доехать можно. У Дмитрия все же цели амбициознее. Ориентировочно до июня доехать до Владивостока из Адлера. Каждые 2000 километров он меняет расходники на велосипеде. Спицы, тормоза, цепь и так далее. Иногда сам себе отправляет их по почте из города в город. А ночует порой у своих подписчиков. Много кто готов приютить путешественника. Пока из предстоящих трудностей – это сочинский серпантин. Но сам Дмитрий говорит, что впереди Сибирь, о которой он наслушался разных историй. Сами же истории с первых уст можно будет услышать на его YouTube-канале. Там же стать участником конкурса и выиграть этот самый велосипед, у которого, возможно, к тому моменту и имя появится. Выставка Вятского палеомузея «Древняя жизнь» знакомит жителей Рязанской области с особенностями развития животного и растительного мира в древней геологической эпохе. В Рязанской области площадкой для проекта стал Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Вятский палеонтологический музей – узкоспециализированный музей Скирова. Одно из направлений их деятельности – это популяризация палеонтологии, для чего несколько лет назад запустили проект «Древняя жизнь», который ездит по городам нашей страны с 2020 года и, наконец, добрался до Рязани. Выставка включает в себя более полусотни экспонатов, которые относятся к животным и растениям из разных геологических эпох. Буквально от 700 или 800 миллионов лет самый древний экспонат у нас представлен и, конечно же, до динозавров. Выставка заканчивается тем, что динозавры исчезают с лица нашей планеты. И вот на всем этом протяжении, то есть все вот эти более, как я уже сказал, полусотни экспонатов, они и иллюстрируют, а как же шло развитие животного и растительного мира на нашей планете, какие организмы были в самом начале, как они продолжали эволюционировать и развиваться. Животные пермского периода, а это около 260 миллионов лет назад, представлены на выставке довольно подробно. В Кировской области есть огромная территория, где находят останки этих животных, населявших планету до динозавров. Котельническое местонахождение париозавров. Поэтому им и посвящена значительная часть выставки. Оригинальные находки, они, конечно же, должны быть защищены от воздействия каких-то внешних факторов. Поэтому, конечно же, те экспонаты, которые без ограждения находятся, как вот, например, черепа за моей спиной, это, конечно же, достоверные копии оригинальных находок. Кроме того, у нас представлены фундаментальные находки с точки зрения палеонтологии. Такие, как, например, всем известный скелет Археоптерикса. Находка, которая долгое время считалась промежуточным звеном между вот как раз рептилиями и птицами. Оригинал находки хранится в Германии. И вывести его оттуда, ну, по мне, это близко к невозможному. А без этой находки, ну, конечно же, демонстрировать было бы весьма-весьма проблематично. Поэтому точные копии, они, ну, действительно, здесь у нас также присутствуют. Но поскольку, как я уже сказал, наш музей занимается не только выставочной деятельностью, но и раскопками, то часть экспонатов, конечно же, здесь это и подлинники. Вот с чего я начинал наше интервью. Самый древний экспонат, там, около 700 миллионов лет назад, это строматолитовая, так называемая, постройка. Это подлинник. Также здесь представлены подлинники насекомых. Там вот представлена у нас стрекоза этого самого существа. Часть флоры, которая представлена на выставке, это, ну, действительно, экспонаты из наших сборов. Ну, и зубастые, так называемые, да, существа лабиринтодонты, черепа. Точно так же, да, это одни из оригиналов на данной выставке. Выставка знакомит с миром, существовавшим миллионы лет назад. С его поэтапным развитием и усложнением до момента вымирания динозавров. В моей радости география наших выездов, она расширяется. И то есть мы уже работаем не только на территории Кировской области, но и выезжаем и в соседние регионы. На самом деле это очень здорово, потому что таким образом мы и взаимодействуем с коллегами, и, конечно же, взаимодействуем и пополняем фондовую коллекцию нашего музея. Так, например, были у нас выставки в Республике Удмуртия. Мы, соответственно, посетили точки в Республике Удмуртия. Были мы в Ульяновской области, посетили, конечно же, там, да, водохранилище, где как раз познакомились с фауной, с морской фауной юрского периода. Ну, так пока получается. Сейчас мы приехали познакомиться с коллегами из вашего замечательного города. И не исключено, что когда мы приедем выставку забирать, возможно, по окрестностям Рязани, мы поездим и посмотрим, что есть из вашей палеонтологии. Кроме работы проекта, у коллектива Вятского палеонтологического музея большие планы на сезон. Например, выемка мамонта со дна реки Вятки. Его обнаружили еще в прошлом году. Теперь предстоит достать. Получится ли, мы узнаем, когда сотрудники приедут забирать свою выставку. А пока познакомиться с древней жизнью планеты в Рязани можно до 10 сентября. В Горьковке в минувшую субботу прошла ежегодная всероссийская акция «Библия-ночь». Участие в мероприятии традиционно принял Центробанк. На этот раз с выставкой «Путешествия в детство». Требует особой степени сохранности, и мы можем только их показать вам в виде вот таких макетов. Оригиналы, представленные на мобильной выставке, хранятся в музее Банка России, который расположен в Москве. Все они выполнены из золота и серебра, и как изделия из драгоценных металлов, требуют особых условий хранения. Поэтому познакомиться с ними можно только в форме фотовыставки, на которой, однако, можно рассмотреть все тонкости и детали. Памятные монеты созданы по мотивам известных детских произведений, а центральное место во всей экспозиции занимает та, что посвящена Александру Пушкину. На ней поэт изображен в окружении персонажей своих сказок. Кот ученый, Руслан и Людмила и старик, поймавший в сети золотую рыбку. В ходе «Библионочи» посетителям напомнили и другие литературные произведения. А еще участникам «Библионочи» рассказали, как проверить купюру на подлинность. Эксперт Рязанского отделения Банка России объяснила, что настоящие банкноты можно считать по пяти признакам. Все они определяются на просвет, на ощупь, при наклоне или с помощью лупы. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова